Опять рекорд по псевдоминированию в детских садах Одессы. Как и в прошлые разы, неизвестный прислал на электронную почту полиции сообщение о закладке взрывчатки в 186 учебных заведениях. Достоверность сразу начали проверять правоохранители, а родители, срочно оставив свои рабочие места, побежали спасать детей от телефонного злодея. Для проверки информации, на месте скерованы следовательные группы территориальных подразделей в полиции, выбухотехники, кинологи, терятовальники. Всего в проверке вказанного поведомления берут участь близко 100 правоохранителей. Директор городского департамента образования отметила, что из этого списка треть садов городские, остальные частные. Администрация дошкольных учебных заведений сообщила родителям об инциденте, чтобы те по возможности забрали детей. После проверки помещений территории детсада, дети вместе со своими воспитателями вернулись в свои группы. Напомню, что это уже не первое сообщение о заминировании образовательных зданий. 15 января правоохранители уже проверяли информацию о взрывчатке в 185 детских садах, но в ходе обыска ничего не нашли. Также за прошедшие сутки один из садов Одессы подвергся обстрелу. Очевидцы говорят, что здания образовательного учреждения обстреливают уже не в первый раз. Но с чем это связано, никто не знает. Таким образом, учреждения дошкольного образования в Одессе становятся едва ли не самыми опасными местами детского досуга. Киберполиция продолжает поиски псевдоминера.